Встречаются на моем пути игры, в существование которых не верится. Вот, казалось бы, у кого есть столько свободного времени, чтобы сидеть, делать нечто подобное, программировать, озвучивать, рисовать, тестировать? Я понимаю, когда за это просят деньги. Да, это срамота, ну хотя бы мотивы ясны. В случае же с играми вроде Dead Flush, это по-прежнему загадка. Она совершенно бесплатна. Да, сделана ради хохмы, да, на коленке, но все равно это чье-то потраченное время. Может, просто я живу в какой-то не той части света, где у людей хватает проблем, чтобы понимать, как такое работает. Ну да ладно, раз игра сделана, чтобы поржать, давайте поржем. Сразу про графен. Его везли-везли, но по пути он застрял где-то в конце 90-х и немного протух. Поэтому, что привезли, то и есть. Стилистика игр с первой PlayStation, в общем, со всеми отсюда вытекающими. Начинается все с того, что некто сидит на диване и очень странно дергается. Наверное, я бы тоже так дергался, если бы у меня с ногой была такая же хрень. Далее лицо крупным планом и движения такие, будто он... Ну да ладно, в сторону скользкие фантазии. У парня есть подружка и она вполне себе секси для лоупули герлы. И то ли она тупая, то ли обдолбанная в хлам. По лицу я бы сказал и о том, и о другом одновременно. Спрашивает, все ли у Рони в порядке. Ты, конечно же, не в порядке овца, ты его ногу видела? В общем, оказывается, что парню нужно сходить в ванну. Сходить, вы поняли, да? Он бы еще сказал, что марафон бежать собирается с такой-то ногой. Ладно, больше не буду трогать его ногу, пусть травматолог трогает. Подружка предлагает сходить с ним, и она говорит это с такой интонацией, будто у них там будет... Но нет, как оказалось, Рони надо было посикать, и он боится ходить в толчок. Тем не менее, как настоящий мужик, решает пойти туда один. Ну и, конечно же, вы знаете, все интересные истории начинаются с того, что кто-то решил пойти отлить. Итак, управляем Ронним. Тут же становится ясно, что с чувствительностью мыши проблемы, и надпись на экране, поясняющем управление в самом начале о том, что можно перенастроить чувствительность в меню и в Нецессару, была там не просто так, это точно Нецессару. Хрень, правда, в том, что изменяется чувствительность только по оси Х. Игрик как была, так и остается. Но уж лучше так, чем стирать мышку о коврик. Побродив по комнате, я узнал грустную историю о том, что парочка, молодая семья, у них уверенный вид, живут они не в тесной, а уютной путинке, и не могут себе позволить ничего, кроме хлеба, вина, аптечки, топора и зонтика. В целом, норм такой сурвайвл-набор россиянина среднего класса. Ну и да, есть еще телек, показывающий два кадра какого-то придурка, пытающегося передразнивать киноманом. Получается плохо. Ни Донди, ни Пепси, ни Кулхарда, ни Батл Тодс. Ладно, двигаем в ванну. Миссия – отлить. Это просто, подходишь к толчку, поднимаешь крышку, стульчак и писишь. Можно прямо в белого друга, но вы же знаете, куда веселее обоссать все вокруг. После порции безудержного и крайне непродолжительного для человека с переполненным мочевым пузырем веселья, оказывается, что дверь заела. Неудивительно, если ссать на дверные замки, они ржавеют. Ронни пытается не поддаться панике, и теперь надо найти некоего доктора клубничку. Звучит как название порно-журнала, как по мне. Для этого нужно пройти небольшой квест а-ля «Выберись из комнаты», попутно узнав, что проводку в квартире делали рукожопые узбеки, обожравшиеся на свая. Потому что одновременно тут может работать только одна лампочка. Стоит включить вторую, и пробки тут же вышибает. А еще в зеркале я заметил крутой принт на футболке Ронни. У меня родилась идея. Заебись! Не стесняемся, покупаем мой мерч. Ладно, минутка рекламы закончена, что там дальше? В общем, лонг-стори-шорт, Ронни находит в ванной сейф, где лежит стухшая башка его деда. Сразу видно, чувак чтит память предков. Все по конституевищу. Но стоит зажечь свечку, и его охуящит флэшбэк, из которого станет ясна природа толчкофобией. Оказывается, маньяк, валящий всех, кто сидит на унитазе, о казни которого можно было узнать ранее из газеты, убил его деда в придорожном туалете. Я считаю, убил не зря. Дед был полным придурком. Во-первых, он разговаривал как придурок. Во-вторых, он купил ребенку шарик с надписью FUN. Типа, еей, у меня есть шарик с надписью веселье, это значит мне весело. В-третьих, только придурок, идя в сортир, вот так подпрыгивает. Странный мужик этот, убийца. Похож на Гейзенберга на минималках, с отключенной фильтрацией текстуры и сглаживанием. С еще более странным оружием. Это какой-то DIY из сидения для унитаза. Попробуйте представить, как можно кого-то выпотрошить стульчиком. И этот сортирный фетишист умудряется. Мне вот интересно, какие толчки больше всего заводят этого парня. Армейский, деревенский, компакт. Или даже он не против побаловаться экзотикой. Там биде или даже писсуар. Выбор-то огромный, а то как-то персонаж не особо раскрыт. После флэшбека башка деда исчезает, и на ее месте появляется доктор Клубничка. Ах да, он еще спас юного Ронни. Просто прыгая как придурок, в то время как за бедным ребенком несется полоумный маньяк, жаждающий вспороть пиздюку брюха. В общем, док говорит, что пора бы Рону колесом закинуться, а то болты совсем ослабли, и начинается мини-игра, в которой надо жрать таблетки. И это... Я даже не знаю. В общем, девушки этого парня точно любят. После пяти таблов крепежи окончательно срывает, и Ронни пришпиливает к стене сортирный Гейзенберг. С этого момента управлять нужно уже подружкой. Прихватив топор, высадив им дверь в ванную, и посмотрев на фонтан кровища из унитаза, она обнаруживает, что Ронни все еще жив. Ну то есть, это не его так распидорасило, а просто у соседей что-то с канализацией. Но маньяк утаскивает пацана в свое царство, и теперь его придется спасать. Прихватив зонтик и аптечку, Тян, кстати, я не знаю, как ее зовут, за всю игру ни разу не сказали имени, выходит в странное место, которое появилось там, где была спальня. В этой комнате почти ничего интересного нет, кроме нескольких унитазов, из которых хлещет кровь. Она отнимает здоровье, поэтому нужно спрятаться под зонтиком. И если, войдя в комнату, сразу посмотреть налево и немного вверх, то можно заметить чувака без кожи и с крюком в жопе. БДСМ по хардкору. Помните, чем может кончиться покупка таких вот игрушек для взрослых? Далее комната с головоломкой и несчастным тупым ублюдком, который так и подох, сидя на унитазе, не догадавшись, как ее решить. Задачка на сообразительность весьма неплоха, надо сказать. После, пройдя по коридору с языками и мерзкими чавкающими звуками, игрока ждет драматичнейшая история Ориджина Сортирного Убийцы. Трое придурковатых чуваков, как я понял, из какого-то летнего лагеря, хотя по движениям речи и выражениям лиц, я бы предположил, что они сбежали из местного дурдома. Мы решили проучить деревенщину. Походником, как будто обосрались и боятся все добро размазать по трусам, они приперлись к его хате. Кстати, мне дико доставила надпись «фак оф», хочу такой же коврик под дверь. И решили шугануть петардой, когда лысый сидел в толчке. Правда, петарда, больше похожая на шашку динамита, угодила прямо в газовые баллоны. В общем, эти укуренные трес хомбрис поджарили крипового реднека, пока он тужился в дальнике, и теперь он мстит молодежи. После этого Тян неожиданно оказывается в сортире. Хотя, кого я обманываю? Сортир и неожиданно для этой игры слова, которые в одном предложении ставить нельзя. В каждой из сцен присутствует сортира. В общем, да, Тян оказывается еще в одном сортире. Тут можно насладиться отражением в зеркале. Да, знаю, не ахти, но все же лучше, чем в большинстве крупных игр последних лет. А еще чувак с полотенцем предложит схавать мятную конфетку. Спасибо, очень вкусно. И пока я жевал конфетку, задумался о его работе. Вот представьте, весь день стоять в толчке и слушать, как кто-то попердывает, кряхтит, пускает подливу, вытирает жопу. Наверное, как-то эта должность называется даже. Я не уверен, но, возможно, помощник депутата. В общем, ладно, заходим в последнюю кабинку, и вот она, финальная локация. Как бы вы думали, что это может быть? Конечно же, гигантский унитаз. С шипами. И судя по крови на шипах, на этот аэродром уже кто-то садился. У кого такой огромный багажник? Мне б такую жопу, я б посрал. А вверху висит Ронни, которого нужно спасти. Начинается финальный босс-файт. Первая задача – не дать Рону уплыть туда, куда мы с братом в детстве смывали китайскую черепашку-ниндзя на резинке. Для этого нужно повернуть вентиль лебедки, и не дать Гейзенбергу повернуть его в другую сторону, отбиваясь топором. На полученный удар он реагирует странно, исчезает и появляется в другом месте, а потом снова идет за следующей порцией. Когда Ронни залезет на сливной бачок, можно разобраться с ублюдком окончательно. Все просто – бегаешь по краю унитаза и точно так же рубишь его. Именно тут может пригодиться аптечка, ибо механика боя кривая до усрочи, и не всюду Гейзенбергу больно. Как я понял, бить надо в область груди, тогда попадаешь в голову, можно даже не пытаться, ноль эмоций. Самое интересное – это счетчик его здоровья. Рулоны туалетной бумаги, которые становятся пустыми роликами. Ну то есть ты у него отнимаешь туалетную бумагу, наверное. Не знаю, как еще это объяснить. Странный момент состоит в том, что толчанка слишком уж хай-дев по сравнению со всем остальным в этой игре. Ну то есть именно в этом моменте игра проявляет свою современную сущность, не считая соотношения сторон экрана, конечно же. В общем, когда туалетная бумага маньяка иссякнет, он сам осмоется, но вылезет еще раз в своей истинной форме, наверное, разбухнув от сточных вод. Просто чтобы отпустить тупую шутку и показать два фака как первоклассник. С ним даже драться не нужно. В финальной катсцене мы увидим трогательную гибель доктора клубнички на его уебанском клубничном вертолете, бегство влюбленных из этого кошмарного измерения толчков в свой мир и окончательную смерть Гейзенберга, когда он попытается выйти за пределы туалета. А еще то, что полное имя главного героя – Рональда. Рональда, блять! Футболист! Вы помните, да? Ну не мог я не сказать про ногу, ну оно же прям зудело. Все, заед. Следуя принципу хорошего ревью, нужно сказать что-то положительное. Несмотря на общую всратость, игра полноценна. Есть история, пусть и дебильная, различный геймплей, поиск предметов, головоломка, финальный босс-файт. Ну и любители сортирного юмора могут получить фан от этой поделки. Пройдя Deathflash, я жалею только об одном. Не о потраченном времени, про которое вы подумали. А о том, что она, мать ее, такая короткая. Собственно, пока вы смотрели этот ролик, можно было пройти половину игры. Я хочу еще, это забористое дерьмо. Ну и пожалуй на этом все. Вердикты и выводы по всему антишедевру делайте сами. В этот раз я тут был, чтобы развлечь вас. Рад, если получилось. За сим позвольте откланяться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова